В Щелковском районе гор нет, зато есть активная молодежь и весьма изобретательные преподаватели. Так, открытые соревнования по спортивному туризму на горных дистанциях проходят в анистическом карьере. Участвуют порядка 300 ребят. Этим юным туристам под силу меньше, чем за минуту, одолеть крутой снежный склон, наладить прочный подъем и помочь другу преодолеть дистанцию. Соревнования по спортивному туризму среди учеников школы района проходят вот уже более 20 лет. Изначально площадкой был Кожинский карьер, ответственные склоны которого годились для наскальной дистанции. Однако после его затопления участники соревнований переехали в Анискино. Карьер затопили, нам хотелось все-таки восстановить горные соревнования, и мы восстановили их в другом варианте – снежно-ледовая дистанция. Достаточно сложный вид дистанций горных, но тем не менее, для этого нужен только снег, лед и хороший уклон. Все это вполне в наличии в Анискинском карьере. Здесь свои навыки могут потренировать как начинающие альпинисты, так и более опытные ребята. Благодаря крутым снежным склонам они учатся налаживать вертикальные перила, подъемы и горизонтальные траверсы. Однако самая сложная и одновременно интересная – это работа в команде. Достаточно сложная дистанция по техническому исполнению. Это называется взаимодействие связок. Это когда одна связка для другой делает какую-то работу. Так, на соревнованиях ребята закаляют не только здоровье, но и командный дух – учатся общаться и нести ответственность друг за друга. Мне больше всего нравится работать в команде. Можно получить эмоции, веселье от этого, дружиться с кем-нибудь. В спортивном туризме главная хорошая команда. Мы бегаем в команде, и это помогает нам сблизиться, и это очень помогает на самом деле. Участвуют ребята в возрасте от 9 до 18. Кто-то занимается всего пару лет, а кому-то уже довелось выступать на масштабных всероссийских соревнованиях. Однако и те, и другие мечтают об освоении серьезных взрослых дистанций. Я участвовала в гонках четырех. Это там четыре человека должны бежать в связках и выполнять задания. Проходить переправу, параллели, подъем, спуск. Мы вдвоем хотим подняться на гору Эверест. Спортивный туризм – это очень увлекательно и укрепляет здоровье. Конечно, горная дистанция – одна из самых сложных, поэтому участников на таких соревнованиях зачастую чуть меньше, чем на других дисциплинах. Однако и впечатлений множество. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».